всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня речь пойдет о таком красивейшем растение тропиканки плюмерия или как еще и называют франжи посмотрите как она у меня вымахала она может вырасти еще больше и еще больше ветвица то есть место для такой для такого растения конечно много нужно потому что она очень-очень ветвистая и сегодня хочу ее обрезать сегодня мы поговорим об уходе за этой красавицы и буду ее обрезать так как я не хочу чтобы она такая сильно большая была потому что и с местом проблемы если ее не обрезать она может вымахать и до потолка а мне это совсем не нужно ну я сейчас буду хотела ее обстричь вообще сильно коротко кто не знает примере я начинает лепиться только после цветения вот эти вот такие рогатки появляются после цветения после обрезки она не лепиться как бы ее не резали а она у меня цвела как вы видите у нее разветвлений очень много здесь вот разветвления сейчас покажу как она у меня цвела очень ароматными такими цветами очень красиво цветочки как будто восковые но сейчас буду ее резать у меня вот прям хочу ее коротко обрезать буду вот так выделяя это носок нужно будет промакивать срез я сейчас перекись перекись водорода ну вот эти черенки которые обрезаю их конечно можно и укоренить но это будет по весне вообще сразу их не укореняет их нужно в темном месте подержать какое-то время чтобы они подсохли так одну обрезала теперь вот так наискосок вот отлично для того чтобы сок меньше выделялся ее можно знаете вот обрезать не после полива а когда чуть-чуть просох грунт и тогда сока будет меньше здесь вот вообще уже нету не выделяет вот эту веточку я прямо так и переходим на эту сторону теперь это конечно не адениум хотя все возможно ее можно также и привить я так думаю потому что стволик то такой у нее а и сразу так аккуратненько все становится вот эти конечно веточки но не хочется мне такие длинные оставлять их может даже конечно я их обрежу все но она зацветет прям не хочется такие длинные все таки наверное я их буду обрезать вот так вот вот такую стрижку я и сделала я считаю что вообще хорошо то есть у нее везде здесь проснутся почки даже по две может быть проснуться даже если по одной проснуться то здесь все равно она разветвилась уже и вырастет к весне к весне она обрастет будет красоткой а сейчас зимний период пусть она и отдохнет берется сил для цветения здесь вот сколько материала конечно я выбрасывать не буду листья уберу и просто подсушу срезы и уберу куда-нибудь в темное место например куда-нибудь такое прохладное и месяца через два это где-то будет может даже середина февраля до середина февраля ее можно в принципе будет попробовать укоренить и расскажу как я за ней ухаживаю но вот сейчас после обрезки я хочу ее полностью обработать перекисью водорода вообще примере я склонна нападению клеща это наверное уже каждый столкнулся кто имеет это растение у себя дома ее клещ паутинный очень очень любит хотя ее сок очень ядовитый и все же борьба с клещом постоянно я уже говорила что это растение вырастает очень очень большое и прежде чем его завести нужно подумать куда его ставить место расположения она предпочитает солнечная так как это у нас тропиканка она любит солнце и влажный воздух ее можно время от времени отпрыскивать или устраивать и теплый душ если примере появилась у вас дома то ее нужно поставить на самое-самое светлое место это во первых во вторых с поливом тоже нужно быть аккуратным ее очень можно легко переувлажнить и у нее начнут гнить корни это тоже очень быстро у нее происходит так что грунт лучше просушивать ну можно не до конца но больше чем наполовину это точно я наверное просушиваю и до конца особенно в зимний период полив сокращается а летом естественно грунт просыхает быстрее и поэтому полив нужно делать чаще она любит удобрение удобряем я ее удобрением для цветущих растений ну раз в 10 дней в 14 дней в зимний период конечно я может сейчас месяц раз я ее обрезала я сейчас ну вот после обрезки кстати ее можно подкормить и азотными чтобы ее для листвы а потом нужно прекратить и только подкармливать удобрением именно для цветущих растений чтоб она не гнала эту листву то постоянно а закладывала бутоны ну зимовку как правило я ей не устраиваю она у меня находится дома температура принципе 22 24 не выше и сейчас я ее тоже уберу уберу ее поставлю на свой такой балкончик там принципе светло и она у меня начнет потихоньку я потом покажу обязательно как она доложит почки как начнет распускать листья грунт я тоже использую универсальный либо для точно для цветущих растений главное чтобы он был рыхлый такой неплотный то есть это можно добавить перлит верни кулит туда в почву древесный уход обязательно можно даже осмокота туда кинуть это такое долго играющее удобрение такой вот грунт но здесь у нее корней конечно здесь вот 30 литров кашпо и здесь одни корни я ее очень давно не пересаживала и здесь у меня еще такой как бы онский перегной здесь был еще подмешан сверху пересадки то не было уже давно наверное по весне то и можно будет ее пересадить а теперь пойдемте в мои заросли покажу где я ее поставила ну вот сюда я ее поставила возле окна ей там очень хорошо будет рядом с ней цимбидима с улицы уже домой переехали подписывайтесь на мой канал ставьте лайки увидимся следующий а